Драгоценные песни И сейчас нам, Максим, он покажет ролик, как эта песня создавалась. 1 декабря 2014 года мы с женой потеряли нашего сына. Мы верили в чудо, но все пошло не так, как мы ожидали. И для нас с женой встал вопрос, можем ли мы с ней по-прежнему утверждать, что наш Бог – наш Спаситель, что наш Господь – это Тот, Кто воскрешает мертвых, что Господь – благ. После смерти сына для нас было очень важно иметь постоянное напоминание о том, каков наш Бог. Так что мы начали писать песни. И эта песня – о чудодейственной силе нашего Бога. И для нас очень важно сказать об этом. И хотя мы не получили того, чего ждали, и о чем молили, мы по-прежнему знаем, что это правда. И я знаю, что многие из вас были с нами во время всего этого. И поэтому у меня создается ощущение, что эта песня – это победа для всех нас. Так что это и ваша песня тоже. Драгоценные. Каждый из нас мы что-то проходим в своей жизни сегодня, да? И мы сражаемся с какими-то вызовами. И эти вызовы, знаете, они те люди, которые сегодня, вот, для меня они герои. Для меня герои веры, да? И знаете, я сегодня хочу с вами делиться словом. И я ее назвал «Верность длиною в жизнь». Знаете, разные обстоятельства будут происходить в нашей жизни. Но мы должны с вами сохранить верность. Верность Богу. Верность Богу до конца при любых обстоятельствах. Даже если что-то в нашей жизни, оно не происходит так нам, как бы этого хотелось. Мы должны оставаться верны Богу. И знаете, на примере одного персонажа Библии Я хотел бы вместе с вами поделиться словом. Это, знаете, Самсон. Это Назарей Божий, который, знаете, у которого было особое призвание, особое предназначение от Бога, да? И он в своей жизни несколько моментов сделал, да? Там, знаете, есть такой прототип, что ему отрезало до леда на коленях семь кос. Кто читал это место, да? И знаете, вот эти семь принципов, которые Самсон оставил, я просто хотел бы с вами поделиться, потому что сегодня в наше время церкви этот мир дает вызовы, и мы иногда теряем эти семь принципов, да? Мы оставляем их, как однажды оставил это Самсон. И знаете, первое, это Слово Божие. Мы не видим, чтобы Самсон, он пребывал в законе Божьем, да? На протяжении всех трех глав, о которых написано. Но он был Назареем, и он был наставлен, и он знал, что ему нужно пребывать в законе Божьем, но он этого оставил. И знаете, сегодня многие из нас, мы слушаем проповеди, мы ходим куда-то там на какие-то общения, но знаете, главное, это пребывать в Слове Божьем. Чтобы каждый день мы наполняли свою жизнь Словом Божьим, которое будет нам давать силу для того, чтобы противостоять врагу. И Иисуса Навина, первая глава, восьмой стих, говорит, что «Сия книга, да не отходит от нас», чтобы мы поучали с ней день и ночь, чтобы мы пребывали в Слове Божьем день и ночь. И знаете, когда я был в центре реабилитации, это хорошее время, это хорошая практика, знаете, закон – это путеводитель ко Христу. Нас наставляли, что мы каждое утро, мы читали Слово Божие, мы просыпались, у нас было время для чтения, мы читали утром с восьми до полдевятого, мы читали в обед после того, как мы принимали пищу, мы читали вечером, и в конце рабочего дня мы разбирали Слово Божие. И знаете, драгоценное, это, знаете, дало такой фундамент сегодня в моей жизни, что когда какие-то происходят моменты, Слово Божие, оно оживает внутри меня, и оно помогает мне бороться с тем или иным искушением. И знаете, сегодня есть такая замечательная вещь, как план Победы. Кто знает о такой вещи? План Победы – это за 72 часа можно прочитать всю Библию, представляете, 72 часа. Но оно все распланировано на год, 365 дней в году, иногда 366. И каждое утро, если у тебя есть этот план Победы, то ты можешь читать по четыре главы Библии, и за год прочитать Библию. И знаете, на протяжении вот уже 17 лет я читаю Библию каждый день. И это помогает мне противостоять. И знаете, когда я один день не читаю, что-то происходит в моей душе, что-то, как будто какое-то опустошение. И я вас вдохновляю, драгоценные, давайте будем читать Библию, давайте будем пребывать в Слове Божьем. Вторая вещь, которую он оставил – это молитва. Мы также, когда читаем, там есть одно место, когда он помолился, это в конце своей жизни, он обратился к Богу, помолился, и погубил там филистимлян, когда ворота вот эти он схватил, он помолился, и погибло большее число людей, он там победил, чем за все время своей жизни. Один раз человек помолился. А представляете, у него было призвание, и если бы он все делал с молитвой, если бы он обращался бы в молитве к Богу, и вопрошал, и спрашивал у Господа, что мне повелишь делать, а что нужно сделать. И мы помним, да, местописание, когда Давид, когда у него захватили, пришли и захватили жен, и там захватили его имущество, он не побежал сразу, он остановился и сказал, Господи, а что повелишь сделать, пойти ли, догоним ли? И он помолился, да, и Бог сказал, да, идите и догоните. И знаете, есть еще такое хорошее местописание, когда в книге пророка Даниила, когда они молились, да, и они вопрошали Богу, и Бог отвечал. И мы видим, да, когда они попали в огненную печь, они молились, они прославляли Господа. И когда царь увидел и сказал, не троих ли я отправил в эту печь, а почему там четвертый, в этот момент пришел Иисус им на помощь, сам Иисус. Драгоценные, давайте будем молиться. У нас в церкви есть молитвенное служение. Каждое утро, если у вас нет возможности молиться дома, я приглашаю вас, приходите в 8 утра, здесь проходит молитвенное служение, здесь есть возможность, чтобы мы вместе преклоняли колени, чтобы мы вопрошали, чтобы каждое утро, каждый день наш начинался с молитвы. Аминь, драгоценные мои. И я призываю вас, я верю, что молитва, она будет творить чудеса в вашей жизни, так как она творит чудеса в моей жизни. Знаете, есть дни, когда я молюсь, и есть дни, когда я забываю помолиться. Но знаете, и они отличаются день от дня. И знаете, не каждый может быть утренняя пташка, жаворонки есть, а есть совы, да? И у каждого есть определенный ритм жизни. И не обязательно приходить утром. Даже если вы не успели утром помолиться, и вам тяжело утром вставать, вы можете вечером преклонить колени дома, помолиться, пообщаться с Небесным Отцом, поговорить, поблагодарить Его за этот прожитый день. И знаете, Бог, Он ожидает. Он ожидает на протяжении всего дня. Аминь, драгоценные мои. И следующий пункт, это пост. Это, знаете, пост. И мы видим, что Самсон, он не постился. А мы видим, что много в Библии говорится, что пост постом и молитвой, даже Иисус, Он говорил, что сей род изгоняется постом и молитвой. И мы видим, что Иисус дал нам пример. Он уходил на 40 дней в пост. Он уходил в пустыню. Он пребывал с Небесным Отцом. Он оставлял все для того, чтобы побыть наедине. Чтобы пост, это, знаете, это такое смирение плоти. Когда мы смиряем свою плоть сознательно, для того, чтобы Дух ожил в нашей внутри, в нашем сердце. И знаете, мы смиряемся. И мне иногда нравится, что страдающий по плоти перестает грешить. Такое местописание есть. Я обычно его, когда, ну, применяю, когда человек в болезни, да, он лежит, он уже ничего не может. Он лежит, он такой больной. Он, знаете, просто уже смотрит только на небеса, смотрит на свою жизнь, анализирует. Пост – это нечто такое. Когда ты оставляешь еду, когда плоть твоя хочет кушать, ты просто говоришь, ты запрещаешь есть, и ты лежишь, и тебе нечего больше делать, как только взывать к небесному Отцу. Аминь, дорогие. Кто был в длительных постах, знает, о чем я говорю. И знаете, на протяжении 17 лет мне выработали привычку. Каждый понедельник у нас в центре реабилитации был пост и молитва. И знаете, на протяжении 17 лет как-то вот так сложилось. Сначала это было законом, а сегодня это уже, знаете, это не закон, это просто образ моей жизни. Я раз в неделю обязательно пощусь. И я призываю каждого из вас, пожалуйста, драгоценные, если у вас нету поста в вашей жизни, просто сделайте это сначала законом, а потом это по благодати просто станет хорошей, доброй привычкой, которая поможет и будет на протяжении всей вашей жизни вас подкреплять. Знаете, потому что эта суета этого мира, она нас затягивает. Но когда мы постимся, когда мы останавливаемся, когда мы перестаем кушать, мы поднимаем свой взор к небесам. Мы обращаемся к Богу, мы говорим, Господь, вот Он я, я немощный. И в этих немощах совершается сила Божия. Аминь, дорогие мои. Четвертый пункт. Это правильные друзья. Правильные и верные друзья, которыми мы должны себя окружить. Это, знаете, Слово Божие говорит, что худые сообщества разращают добрые нравы. И я хочу самому себе и каждому из вас, сейчас вы можете проанализировать, с кем вы проводите больше всего времени. Какие друзья вас сегодня окружают? Друзья, которые ведут вас в Дом Божий? Друзья, с которыми вы склоняете колени при любой трудной жизненной ситуации? Или друзья, которые ведут вас в этот мир? Которые вам говорят, как классно, пойдем туда, в дом Дагона или еще в какой-то дом, которые совращают вас с пути Божьего, которые вас отвращают от тех путей, на которые Бог помещает каждого из нас? И знаете, я благодарю Господа, что в моей жизни Бог отсекает таких друзей. Я не знаю, как это происходит, но вот, если честно, у меня есть друзья, да, мирские друзья, друзья, с которыми мы на протяжении какого-то длительного времени поддерживаем отношения, но я этим друзьям проповедую Евангелие. И если эти друзья не принимают Слово Божие, то мне с ними неинтересно, потому что если они не уважают то, что уважаю я, то с этими друзьями у нас расходятся пути. И знаете, когда мы вышли из центра реабилитации, у меня есть такой один замечательный друг, который он любит играть на гитаре. И знаете, мы постоянно, куда мы с ним не пойдем, куда мы с ним не придем, в какой-то дом, у нас обязательно там создавалось молитвенное служение. Есть у меня друзья верные, которым я бы в любой момент не позвонил, они всегда придут ко мне на помощь. И один из этих друзей сидит здесь. И действительно, я дорожу и ценю отношениями с этим человеком. Юра, спасибо тебе за дружбу. Аллилуйя. Потому что, знаете, цените, друзья, вкладывайтесь в отношения, и пусть эти верные друзья, которые вас сегодня окружают, они будут разделять те отношения, ту святость и ту праведность, которая есть в вашей жизни. Драгоценные мои, Дом Божий. Дом Божий. Это пятый. Это пятый принцип, который оставил Самсон. Мы не видим, чтобы он приходил в Дом Божий. Мы не видим, чтобы он находился, чтобы он приходил молиться. Знаете, сегодня у нас появилось очень много возможностей. И многие люди сегодня говорят, да я не пойду в Дом Божий. Я могу посмотреть онлайн-трансляцию. И знаете, да, иногда бывают такие ситуации, ты поехал куда-то отдыхать, тебя нету в этом городе, или ты на одоре болезни, или еще какие-то обстоятельства непреодолимой силы. Но для меня, знаете, обстоятельства непреодолимой силы, если я очень болен, что я не могу просто встать, или я нахожусь в другом городе, и в этом городе я не знаю, где есть церковь, это вот я честно вам говорю, что на протяжении 17 лет я ни разу не пропустил воскресное служение по каким-то обстоятельствам. Если я был в здравой памяти, то есть я был в нормальном состоянии, я не мог не пойти в Дом Божий. И знаете, драгоценные, давайте, чтобы нам не оказаться потом, если мы не будем ходить в воскресный день в Дом Божий, то мы будем ходить в дом Дагона, в котором оказался Самсон. И это очень серьезно. И знаете, даже вот мы недавно общались и делились с одним братом и разговаривали, что воскресный день, когда там, знаете, мы живем в курортном городе, да, к нам гости приезжают, еще какие-то, и в воскресенье нам надо уделить внимание, нам надо поехать с кем-то там, провести время. И знаете, мы даже, когда вот ездим куда-то отдыхать к своим родственникам, мы в воскресный день, они знают, что мы идем в Дом Божий. И они уважают это, знаете, и я вам хочу сказать, если вы будете проявлять вот эту твердость перед своими родными, перед своими близкими, да, может быть, вначале они как-то будут говорить на вас там, сектант или еще что-то, да, но потом со временем они увидят и они захотят пойти вместе с вами в этот Дом Божий. Аминь, дорогие мои. И я прошу вас, драгоценные, давайте будем стоять в той истине и в той верности, которую Бог дает нам. Шестое, это страх Господень. Страх Господень. Самсон потерял страх Божий. И знаете, там есть такое местописание, когда он сказал, пойду и сделаю то-то, не вопросив у Господа, понадеявшись на свои силы. И уже в тот момент Бог отступил от него, потому что он просто потерял этот страх. И знаете, самый богатый человек в мире, знаете, кто такой самый богатый человек в мире? Соломон. Аминь. Самый богатый. Сказали, что богаче никогда не будет людей на этой земле, так говорит Слово Божие. И он, знаете, в своей книге проповедника Экклесиаста в последнем послании сказал такие вещи. Теперь, когда все было услышано, вот заключение. Бойся Бога и соблюдая его повеление. Ведь это все, что важно для человека. Представляете, этот человек, который прожил жизнь, который исследовал все, у которого были богатства. Знаете, у нас иногда в жизни мы думаем, что вот, я приобрету жену, и я буду счастливым человеком. Я займу какой-то пост, и я буду счастливым человеком. Я приобрету какой-то дом или квартиру, и я буду счастливым человеком. Драгоценный. Я получу детей долгожданных, и я буду счастливым человеком. И я вам хочу сказать, что это все не предает счастья. Счастье дает страх Божий. Когда мы ходим в Его святости, когда мы пред Ним преклоняем колени, когда мы делаем то, что любит Бог, и ненавидим то, что ненавидит Бог. Вот это настоящее счастье для каждого из нас. И я хочу вам сказать, драгоценные, не будьте теми людьми, которые испытывают все на своих ошибках. Знаете, мне однажды сказали, будь мудрым человеком и используй опыт других людей и учись на чужих ошибках, а не на своих. И я вам хочу сказать, что ничего не дает счастья, как только страх Божий. Аминь, драгоценные мои. И седьмой пункт, это вера. Вера, которую потерял Самсон. Он, знаете, он начал уповать на себя. Он начал уповать, больше уповать на свои силы, чем на Бога. И я хочу сказать, что сегодня все тренинги, все нацелено на том, чтобы мы добились успеха. что ты можешь, что ты должен, что ты способен, что ты верь в себя. Да, мы слышим это, да? Кто бывал на тренингах, кто слышал, коучи, которые сегодня везде верь в себя делают и обязательно у тебя получится. И, знаете, вот эта вера в себя, она заглушает веру в Бога, в упование на Бога. Мы должны, знаете, уповать на Бога. Мы не должны больше верить в себя, чем верить в Бога. Кто понимает, о чем я говорю? Потому что Бог, Он сегодня источник нашей жизни. Бог сегодня дает нам силу, Бог дает нам способность для того, чтобы мы делали то или другое, да? И как слово говорит, что Бог, который дает нам силу приобретать богатство, силу приобретать знания, силу приобретать умения, навыки, Бог, который нас избрал, от чрева матери. И, знаете, многих из нас Он избрал немощных. И я был один такой, как написано в Слове Божьем, немощный, ничего не значащий, ничего не умеющий. Бог говорит, я подыму тебя, я благословлю тебя, будь просто верен. Верен мне до конца. Верен Слову Божьему. Верен то, что я тебе заповедую, то, что я тебе сегодня даю, в том, в чем ты научен. Драгоценные мои, давайте будем пребывать вот в этом учении, давайте будем просто анализировать свою жизнь, смотреть, а все ли я исполняю. Может быть, в каких-то вещах я упустил что-то важное, и я верю, что Бог будет благословлять каждого из нас. Знаете, Слово говорит, что верен в малом, Бог поставит над большим. Верен в чужом, Бог даст свое. И так было в моей жизни, что когда я был верен, да, верен людям, верен Богу, люди это обязательно оценят, люди это обязательно увидят. И я знаю много таких примеров сегодня у современников, которые остались верными, и Бог поднял их в свое время. просто будьте верными, не торопитесь, будьте верными до конца. Давайте будем просто верны Слову Божьему и тому, что Бог говорит нам. Аминь, драгоценные мои. И знаете, я хочу вместе с вами помолиться сейчас. Давайте встанем на наши ноги. я думаю, что кто-то сейчас услышал для себя те вещи, которые мы оставили в своей жизни. Мы перестали какой-то, и может быть, кто-то оставил все семь пунктов, кто-то оставил один из этих пунктов. Я тоже такой же человек, как и вы. Я несовершенный человек. И знаете, эта проповедь, она больше я проповедую для себя. И знаете, давайте просто помолимся. Давайте будем призывать имя Божие в свою жизнь, и чтобы Бог говорил к нам, и Бог исправлял все то, что есть сегодня, то, что может быть, мы оставили. Чтобы Бог вернул нас, чтобы мы остались верными до конца. Потому что, Слово говорит, когда Иисус придет на эту землю, а мы ожидаем Его, аминь, церковь, мы ожидаем Господа, который грядет во славе, который придет за тобой и за мной, скажи, Он идет за мной и за тобой. И Он сказал, найду ли веру, найду ли веру в нас, драгоценные, давайте будем молиться, давайте будем просто взывать Господу и просить, чтобы Бог исправил эти вещи, чтобы мы не оказались с теми людьми, которые просто потеряют это масло в своих светильниках, когда придет жених за своей невестой, чтобы мы не оказались с теми пятью девами, которые ушли, у которых закончилось это масло. Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, Господи, благослови мое сердце, Господь, благослови мою жизнь, Господь, и пусть эти семь принципов, о которых я сегодня говорил, Господь, те вещи, которые я оставил, Господь, я прошу Тебя, прости меня и помилуй, Господь, Ты говорил сегодня к моему сердцу, Господь, и я прошу Тебя, исправь, Господи, Отец, дай мне в Господе мудрость, Господь, восстановить, Господь, общение с Тобой, молитву, пост, Господь, пребывание в Доме Божьем, Господь, страх Божий, который, может быть, я потерял, Господь, веру, Господь, Боже, благослови, Господь, каждого брата и сестру, который сегодня на этом месте, Господь, переживает, Господь, Боже, благослови, Господь, Церковь Твою, чтобы мы ожидали Тебя, грядущего во славе, чтобы мы, Господи, сохранили свои сосуды в чести, Господь, чтобы мы были в Господе Церковью, которая ожидает Тебя, Боже, чтобы мы были молящимися Церковью, чтобы мы были постящимися, Господь, Боже, пребывающими в Слове Твоем, в вере, в любви, Господь, благослови, Господь, каждого брата и сестру, я благодарю Тебя, Боже, благодарю Тебя, Иисус, и пусть Твой Дух Божий, Господь, исправляет, Господь, сердца людей, Господь, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя, славлю Тебя, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и весь Божий народ сказал, Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Драгоценные! Я верю, что кому-то сегодня Бог говорил, и я верю, что Бог будет исправлять нас на протяжении всей жизни, Он будет давать нам эту верность, давать нам эту способность пройти и сохранить эту верность до конца. И я видел, что сегодня пришли новые люди, люди, которые еще ни разу не читали молитву примирения с Богом. Если вы такой человек, я хотел бы, чтобы мы помолились вместе с вами. Если вы сегодня пришли первый раз на подобное богослужение, и Дух Божий говорит вам сейчас, что это ваше время, что вам надо выйти сюда, дайте, пожалуйста, знать. Есть такие люди? Все спасенные? Повернись соседу, скажи, ты спасенный? Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Все спасены. Нету. Церковь, давайте будем приглашать новых людей. Давайте будем проповедовать Евангелие. Давайте будем приглашать людей в Церковь, в Дом Божий, говорить им о спасении. Аминь, дорогие мои. Аллилуйя!